В последнее время мы только и слышим в новостях. Доллар дорожает бензин, дорожает в общем жизнь, особенно в столице, становится все более и более затратной. Но, как говорится, нет худа без добра. Кое-что в Москве, вопреки инфляции, все-таки дешевеет. Это и услуги, и продукты, и многое другое. Согласно вериться с трудом, но сегодня мы составим список из пяти вещей, которые все-таки скинули в цене. И начнем нашу антикризисную подборку с автострахованием. Не обязательного ОСАГО, а дополнительного. Речь пойдет о полисе КАСКО, на которой крупнейшие страховые компании за последний год снизили цены на 11%. Это в среднем по стране, по всем типам автомобилей и по водительскому стажу. Что касается Москвы, то в столице самое существенное снижение тарифов коснулось молодых водителей-новичков, которые получили права недавно и решили застраховать свою иномарку стоимостью до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Такие автолюбители сейчас могут оформить КАСКО на 22 с лишним процента дешевле, чем в прошлом году. Другая хорошая новость касается тех, кто снимает квартиру в Москве или только собирается это сделать. Аренда жилых помещений в столице тоже подешевела. Причем больше всего это коснулось трешек. За последний месяц они просели в цене на 4,5%. Сейчас в среднем трехкомнатную квартиру можно снять за 53 тысячи рублей. Что касается однушек и двушек, то они скинули в цене по 1,5% и сейчас сдаются за 37 и 41,5 тысячи рублей соответственно. Кроме того, если хорошо присмотреться, можно увидеть, что и некоторые продукты питания стали дешевле. Например, огурцы. Килограмм теперь продается почти на четверть дешевле обычного. На фоне всеобщего подражания выглядит вполне себе оптимистично. Кроме того, обратите внимание на ценники апельсинов, груш и картофеля. На них теперь тоже можно чуть-чуть сэкономить. Теперь информация для любителей кнопочных телефонов. Смартфоны скоро, кажется, окончательно вытеснят с рынка классические модели сотовых. На них все меньше спроса и цены падают. За прошлый год их стоимость сократилась на 6-7%, в то время как смартфоны подорожали аж на 25. Но если вы счастливый обладатель многофункционального гаджета, последняя подешевевшая услуга из нашего списка точно для вас. Это мобильный интернет и связь в целом. Снижением цен может похвастаться оператор Йота. Его услуги для клиентов Москвы и Московской области теперь обходятся в среднем на 25% дешевле. В общем, и в Москве есть вещи, которые иногда дешевеют. Светлана Чудина, новости 360. Светлана Чудина, новости 360.